На самом деле, давайте не забывать, очень противоречивая, контроверсивная фигура. Начиная от того, что у него есть некоторое количество квартир, некоторые из них в Москва-Сити, где стоимость от миллиона долларов стоит, и кончая тем, что он голосовал когда-то, именно он тоже голосовал когда-то за аннексию Крыма. Поэтому здесь много вопросов. Но то, что действительно в выигрыше абсолютном Кремль, на Западе не сомневаются. Однако они также хорошо понимают, что для розыгрыша каких-то своих игр, вполне возможно, они наняли здесь человека, и путем определенных манипуляций добились. Но был опять же странный вопрос, который говорит, скажите, у вас все время кого-то убивают, у вас убили, это наш профильный комитет, у вас убили Шеремета, сейчас убили это. Я говорю, ну почему, у нас вот недавно спасли господина Гончаренко, перед этим господина Герасченко. Он говорит, у вас спасают только тех, кто на букву «Джей». Но это правда, у нас спасают только депутатов на фамилию «Г». Все. А обычных людей почему-то не спасают. То есть фамилия, если «Береза» или, не дай бог, «Шверк», не шанс, мало шансов, мало. Извините, Григорий. А, не, Григорий, шансы есть. А если серьезно, возвращаясь к этой теме, подумайте еще о кое-чем. Как погиб убийца? Он истек кровью фактически, ему не смогли оказать правильную медицинскую помощь. Примерно похожая ситуация была с Шереметом. Помните? Могли попытаться спасти. Дальше. Еще одна ситуация, у которой у меня есть вопросы. О том, что оказывается у полиции до сих пор нет нормативов поведения при таких вещах. Нет, не существует. Это тоже точная информация. И последний вопрос у меня лично возникает. Когда умер убийца, после этого появился пост Антона Герасченко. Где он рассказал, где его готовили, что, как и все остальное. У меня вопрос. Это некромантия или это чревовещание? Что это было? Как он узнал от мертвого человека? Или же он знал заранее об этом? Тогда вопрос, почему действительно предотвратили убийства? То есть очень много вопросов ко всем вещам. Но, опять же, западные коллеги интересную фразу сказали. Мы не являемся экспертами в заказных убийствах. Мы хотим дождаться результатов следствия. Я бы предложил всем нам тоже дождаться этих результатов. И так же был бы признателен, если бы инсайдеры от правительственных структур или партий не выбрасывали в фейсбук или прессу информацию, которая потом может повлиять на результаты следствия. Потому что, на самом деле, нас интересует в этом случае не процесс, а именно результат. Продолжение следует...